Добрый день, уважаемые трейдер-инвесторы. Сегодня 28 марта, вторник. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка Форекс по основным торговым инструментам. Итак, что, что любопытно, значит, евро-доллар у нас идет потихонечку в ту зиму, вот, и я дал первую точку фиксации прибыльных, естественно, ванговых позиций на определенном уровне, который покажу чуть позже. Нефть вчера у нас дошла до первой точки фиксации прибыли, и я, собственно, об этом похвастался в этой статье. Ну и, собственно, падение биткоина на иски против Binance тоже не очень хорошая новость, которая не дала развиться нашим лонговым желаниям, но благо мы вышли при своих, но это информация для тех, кто еще не попал в наш закрытый торговый чат, где мы обсуждаем торговые идеи внутри дня, ссылка на который есть под этим видео. Давайте обсудим эти и другие идеи на графике, поехали! Итак, итак, перед вами золотишко, золотишко, которое, которое не смогло пробить две тысячи долларов за непонятную тройскую унцию и потихонечку заползает в такой треугольник. Видно, да, что по хаям держат, по лаям держат и внизу у нас пока удержался слом на четвертом таймфрейме. Не факт, что его прям удержат до конца. Почему? Потому что недельный, недельный стап показывает у нас замедление и, ну, понятно, что пытается отскакивать от этой зоны на инструмент, но все, кто здесь попался в ловушку лонгов, они будут стопиться именно сюда и, скорее всего, их рано либо поздно вынесут, поэтому будьте аккуратны, даже если вы опираетесь на четвертый слом, вот этот вот. Вчера от него золотые котировки отскакивали на две тысячи пунктов, что немало, поверьте, моему скальперскому опыту. А переходим к паре евро-доллар, которая, которая подбирается к зоне сопротивления. Я показывал в вчерашней статье и в собственном аналитике, что еврик у нас немножко поломался на пятнашках, ну, это видно и на четвертых, да, то есть те, кто купил вчера со мной от нижнего слова, могут созерцать на своих брокерских счетах почти 800 долларов прибыли, ну, вот это приятное число, вот. Если вы не знаете, где подфиксится, даю вам пару точек, пару точек. Точка номер один, это вершина 24 марта, вот здесь совсем немножко осталось. И вторая зона сопротивления, собственно, это слом, который проходил у нас 23 марта. Ну, вот, собственно, обвал уже практически выкупили, поэтому я думаю, что тренд шоу Мазглонд энтузиумаун. Кто понимает, что я говорю, поставьте лайк под этим видео. Фунтик, фунтик ожидаю на все-таки закрытие недельного сетапа, еще полторы тысячи пунктов. Напоминаю, что идея недельная. Мы идем от пин-бара, вот, и идем до, скорее всего, надеюсь, да, захвата ликвидности продавцов годовой, годовой. Здесь может быть прямо очень хорошая свеча. Надеюсь, что она обрадует тех, кто покупал вместе со мной пару фунт к доллару. Доллар и иена. Доллар иена пока болтается, упала ночью. Сейчас немножко восстанавливается, очень шумно идет инструмент. План какой? План недельный, но же напоминаю, такой же, как и, собственно, по долларовым инструментам. Ну, я имею в виду фунт-доллар. Все завязано за доллар. Да, у нас доллар и иена. Доллар находится даже в качестве базовой валюты. Представьте себе, что я ожидаю. Я ожидаю поход в зону 127 и даже в 126500, вот в эту зону, чтобы отстопить нерадивых покупателей, которые здесь могли застрять в своих лонгах. Такой вот у меня план. Возможно, будет какие-то забросы, провокации, но основная цель фиксации прибылей здесь. Доллар-франк. Доллар-франк. Тоже продолжаю упираться в шорты. Общую динамику американского доллара я прослеживаю через многие инструменты и вижу, по большому счету, куда все оно идет. Вот оно идет на свои цели, площадки, которые зловещим, естественно, маркетмейкеры оставили для того, чтобы собирать урожай на них в виде ваших многострадальных депозитиков. По доллар-франку цель обновления минимума февраля 2023 года, до которой осталось буквально 1000 пунктов. Но, напоминаю, это доллар-франк. Он эту тысячу может идти годами. Так, переходим к нашим кроссовым инструментам. Канадис-франк не восстанавливается пока. Большой план на восстановление у нас вот такой, но через какое время это произойдет, пока непонятно. Рекомендую, если вы набирали здесь сетки, выставить их в ноль через индикатор Profit Line, который валяется на задворках интернета и ждет, когда вы его поставите, и увидите среднюю цену своих сеточек, чтобы сбросить ее в ноль. Такое бывает. Канадис-иена. Канадис-иена после шипика, который у нас произошел позавчера, немножко восстанавливается, но планы у меня на этот инструмент только в покупке и только поглубже, прям поглубже. Ничего здесь не меняется. Напоминаю, кроссов мы обсуждаем исключительно в рамках сеточного метода торговли. Франк-иена та же самая история. Пока внутри диапазона болтается, не трогаем. Только будет выходить, будем набирать сеточки. Ауди-кат. Ауди-кат подбирался к своей площадке по 0,9400, но пока еще не дошел. Ну и думаю, дело времени. Такое пробивается с огоньком. Новозеландец-канадец. Новозеландец-канадец вроде как перестал расти, подымая настроение тем, кто набирал офшорты несколько месяцев назад. Но это, друзья мои, хороший опыт для того, чтобы понять, понять, что подобные истории лучше удерживать на счетах без начисления свопов. Естественно, по моей партнерской ссылке. Вот. Ну и в принципе, сеточный трейдинг, такой среднесрочный, он успокаивает нервную психику внутридневных трейдунят. Новозеландец-франк. Меня интересует только на границах большого диапазона, который показывает на графике. Ниже 22 года покупки и выше тоже 22 года. Ну, я имею ввиду, в ноября продажи. Пока инструмент не попадает в наши ловушки, мы эти ловушки просто передвигаем вправо. Идем дальше. Строительство Новозеландец шикарно пилит. Вот дает возможность заработать тем, кто торгует в маленьких диапазонах. Но меня он интересует на залете за края. И этих краев пока нет. Жижа. Жижа выросла и доходит до первого хорошего сопротивления. На самом деле, это уже второе сопротивление. Первое было вот здесь. Нет, первое вот здесь. Его вчера пробили. Сразу же пробили второе. И у нас уже вот впереди третье сопротивление. Вчера я предложил ребятам в чате зафиксить часть лонгов. Это немного, не мало. Как бы нифига себе. Почти 5 долларов. 5 долларов. Правда, при рисках почти в 3. Ну, ничего. Нормально. Следующую часть можно будет закрыть при пробое вот этой границы в 70 примерно 4. Вот. Ну и остатки попытаться удержать до 82, если нефтяные боги разрешат. Ну, уже, естественно, в безубытке. Поэтому можно сказать, что частично торговая идея и по евро, и по нефти отработалась. Так, газик. Газик никак не хочет отрабатываться. Никому не нужен газ. Валит, валит 2 доллара. И меня это начинает уже надоедать. Ну, что поделать. Если вы, кстати, подвляпались в газ, и он вам поднадоел, вы можете его частично перекрыть какими-то профитными позициями. И если вы упираетесь в него ниже, продолжать набирать лонги. Вот. Ну и дальше два варианта. Либо сбросить такую легкую лонговую сеточку в ноль при своих. Вот. Либо действительно упираться в 3.5. Но прям импульсов нет. Был хороший импульс. Вот. Но он не дал продолжение. Видимо, газа на планете в избытке. Дальше. Биткоин. Биткоин в печали. В печали. Все вот эти иски против Binance. Кто-то говорит Binance. Ну, на самом деле Binance, надо говорить. Вроде как. Ну, вот они не в кассу. Не в кассу Биткоина. Мы вышли вовремя. То есть, были покупки у нас от этой инициативы. Вот. Здесь повыходили и, собственно, пытались опять вырасти. Но вчера опять обвал. То есть, новостей. Новостей по судебным искам никаких нет. На самом деле, это очень плохо для крипты. Все, что происходит с SEC. Поэтому, поэтому, пока не появится новых лонговых инициатив, лучше не лезть в крипту. Вот. А их, скорее всего, не появится. Потому что впереди у нас цифровой доллар. Вот. А криптовалюта большая помеха цифровому доллару. И это все может не очень хорошо закончиться. И все вот эти импульсы, и не идет развитие. Новый импульс, не идет развитие. Новый импульс, не идет развитие. Нет развития никаких лонговых историй по крипте. То есть, это, казалось бы, захват. Народ пытается выкупать. Но не хватает богатырской силушки крипто-трейду нишек для разворота тенденции. Если, конечно, что-то произойдет, вот путевая такая, ну, к примеру, импульс хороший, можно тогда работать с этим ложным пробоем. Ну, в обычный слом, как вы любите, благо расти есть куда, там, до миллиона долларов, как говорят, через три месяца за криптомонетку. Но пока, пока все печально. Ну, я имею в виду и фундаментальные, технические с точки зрения. Так, что у нас доллар-рубль? Ну, тут, как обычно, тишина. Американские фондовые индексы вчера тоже подсдулись. Нет никаких просветов в этой тьме, как пел Кузьмин. Европейский фондовый индекс тоже, тоже, DAX и STOX, но чувствует себя немножко получше, чем американские. Но видно, что прям напряжение, напряжение очень сильное. И обвалы были, и откупки. То есть, к этой неопределенности здесь лучше не лезть. Но я напоминаю, что основная идея работы с фондовыми индексами на сегодняшний день я вижу только после сильных обвалов наборы сеточек и выхода на зеркальных уровнях. Я вам об этом обязательно отсигналю. Страшные кроссы типа Еврокада и Еврофранка пока не дошли до зон наших интересов, поэтому мы их не трогаем. Давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. Тысячу просмотров не набрали, но мы на этом пути. Так, Мо-Сы-Циан. Напоминаю, что последний день торгов по текущему фьючерсному контракту на газ 29 марта. Вы можете продолжать мне упорно не верить, а я продолжаю думать, что следить за календарем фьючерсов на газ полезная тема. И что ИнстаФорекс также следует мировой тенденции. Так что готовьтесь, скоро вас заэкспирирует. Бросайте стереотипы про закрытие газа 20-21 числа. Он корень не верен. Ну, давайте бросим, давайте, давайте бросим. Давайте бросим и подождем, подождем от этого числа, закроют нас или нет. Ну, в любом случае, прикрываться рано либо поздно какая разница. Но я все понимаю, разделяю и жду. Так, Анджел, Анджел Велосо. Песня начинается с хорошая заливка в евро в шортики. Вы наливаете евро прям в шорты? В шортики. Ну, у вас, наверное, тепло. Напишите, откуда вы. Так, Игорь Владимирович, кто подскажет, где лучше купить или как газ? Натуральный газ. Ну, НГ как? Ну, как? Мы покупаем вот, ну, не через, не через фьючерсы. Покупаем на споте, через брокеров. Ну, в данном случае в инстафорекс. Хотите купить, покупайте, никаких проблем нет. Кто-то вот через фьючерсы покупает раз в месяц, надо закрываться. Бренд почти 78. Кто снизу выкупил, поздравляем. Кто, кто? Мы, кто? Так, Ядов, красавчик. Форекс. Золото, золото. Нет, от полтосика ни от чего. Не увидим мы лангов. Вот сегодня как раз буду писать мастер-класс про, про вот таких вот, как их называют, предсказателей. Предсказателей и как они наносят вред психологии трейдунишек. Ядов в президенты. Президенты чего? Давайте лучше в президенты сека. Ядов, хотите ли вы в сек? Так, Андрей Шокарев. Приветствую, Андрей. Закрыл золото, купил шоколадку. Все, как вы сказали. Вот видите, хоть какую-то пользу приносит мое сотрясание мембраны моего микрофона. Я по евро имел ввиду, если шортить с текущих небольшим объемом со стопом за максимум прошлой недели, а дейком 1.05. Я понял вас, я понял. Ну, у меня чуть другое мнение по евро, я его озвучивал. Дай бог зрения, не дал хорош панч боб. Отлично, отлично, отлично. Ждем, ждем, когда будет тысяча просмотров. Открою шампанское, он мне стоит. Обязательно, обязательно отметим это явление. На этом у меня все. Понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии и до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok